Всем привет! Меня зовут Макс Брандт, и это видео-рассказ о моих составах FIFA 17. В 17-ю я играю намного больше, чем в 16-ю, поэтому я созрел для того, чтобы записывать для вас различные ролики по этой самой игре. Поэтому те, кому нравится, ставьте лайк и подписывайтесь. Те, кому не нравится, сорян, ждите других выпусков, других проектов и шоу, поэтому поехали! У меня здесь 9 составов, ну, номинально как бы 7, 9 это вместе с экспериментальными, с такими выставочными. То есть, этот состав называется КЖЕЦ по имени моей команды. Здесь чисто собраны все лучшие игроки без связок по цифрам. То есть, форварды 83-84 у меня самые большие. То есть, это Старич, Хернандес, Туран, Нацапи, Понавентура, Сала, Алишштайнер, Топрак, Крыковяк, Варан, Тремолинас. И Бегович. В общем, этот состав, в котором я практически не играю, то есть, только с какими-то друзьями редкими в этой игре. В общем, это те, кто просто, знаете, как символическая сборная моих составов. Дальше идет состав под названием «Остатки сладких». Здесь собраны те ребята лучшие, которые не попали ни в один состав по лигам. То есть, это из разных лиг. Тут есть Португалия, Япония, Мексика, Украина, Турция. В общем, все-все-все, что мне попадалось в паках. То, что я не доначу. Я покупаю не так много игроков. И только самых дешевых, самых лучших по социальному цене, цена-качество. Пару раз мне попадали прям хорошие игроки, но об этом чуть попозже. То есть, тут у нас Хименос, Утака, Тайсон, Кастилио, Санчес, Ланг, Маледо, Данила, Ракицкий, Лаюн и Баба Чан. В общем, те, кто у меня на замене, я практически не знаю, потому что я не делаю замены в игре. То есть, если только не сломали человека, так я, в принципе, этих ребят никогда не выпускаю. Ну, вот это моя тактика, это моя игра. Переходим к составам, которыми я играю периодически, постоянно. Называется Короли. То есть, каждый состав у меня называется по какому-то чину, по какому-то званию, по какой-то принадлежности к правящему классу. Короли – это у нас кто? Это у нас английская АПЛ-ка, БПЛ-ка, называйте, как хотите. Вот сыгранность 100, Рейфт 81. Не такая прям крутая команда, как могла быть, но без доната тому и рады. Старич мне выпал. Он стоит довольно дорого, по-моему, 1050, но он мне выпал, и это очень хорошо. Муса – красавчик, Оскар, Волкот. Шекири – одно из самых моих крутых приобретений. Я долго искал, пробовал, кого же на ПП поставить, но он так рвет. Можно посмотреть его статистику. 8 игр, 4 гола и 1 голевой пас. То есть, это без пенальти, без всего такого. То есть, он реально рвет. На ЦОПе здесь я тоже пробовал и Керрика, и кого-то еще, там и Маккарти был. В общем, Шнедерлин самый здесь крутой. Колман, Вильямс, Зума, Монреаль и Бегович просто очень крутой. В запасе сидят те, кто периодически выходят, или выходили раньше, пока я их не сменил. Велбек очень крутой, но мне выпал Старич, поэтому, как бы, ребят, сорян. И Мусао меня тащит, поэтому Велбек пока на банке. Ланзини шикарный. Был прямо, вот, он мне пался в самом первом открытии паков, и он офигенный. Но, как бы, Оскар, естественно, круче него. В общем, здесь вот такие вот ребята, которые мне не попали в состав, потому что... Кстати, а почему? Потому что Зума по циферкам круче. Переходим к следующему составу под названием Маркизы. Маркизы – это у нас итальянская лига серия А, то есть, опять же, 100%. Тот же сам рейтинг, то есть, опять, по тому же принципу не донатить, а просто то, что попалось в паках, потому что я купил полную версию, там, типа, Супердрюкс, поэтому мне каждую неделю по два пака попадается, и что там попадается, то я и выставляю. Нянг просто шикарный. Йовитич – красавчик. Соса – один из лучших цапов вообще у меня вот за все время игры. Он просто тащит. И вот Туран еще, и он тащит. Ну, и Оскар, хорошо, у меня вот три самых крутых цапника. Бонавентура – красавчик. Сала – молодец. Лиштайнер, Беннатия, Жоржиньо, Армеро, Манолас и Нетто. В запасе у меня единственный вот Луис Лариано нейрарный, но он очень круто себя показал до того, как мне выпал Йовитич, поэтому он у меня остался как память, но все равно я их особо не выпускаю, поэтому пускай будет один нейрарный в качестве памяти. В общем, тоже это очень сильный у меня состав, один из моих любимых. Идем дальше. Графы. Графы у нас – это кто? Это у нас, конечно же, Испания. То есть, Испанская лига. Тут рейтинг 82, потому что здесь есть те, кто прям крутые. Потом молодец. Бакамбу. Туран вообще просто красавчик. Настри – красавчик. Вильямс. Карвахаль. Варан. Казимира. Мукачев. Может быть, я кого-то неправильно произношу, но ничего страшного. Термолианс, вы же меня правите в комментариях. Здесь что? Рулли – тоже крутой вратарь. Серигу. Гайя. Абденур. Беньят. Вилья. Коки. Торрес. В общем, тут довольно сильная команда. Понятно, нет прям суперзвезд, типа Месси, типа Роналду. Ну, пока не попались, а деньги мне на них тратить большие прям не хочется. То есть, это бюджетный состав. Каждый игрок здесь, ну, не дороже, там, не знаю, 15 тысяч, может быть, там, один-два дороже, но в основном это прям бюджетный хороший состав, который можно собрать, там, за небольшие деньги. Тоже мне очень нравится, я им довольно прилично играю, насколько это возможно. Бароны – это у нас немецкая Бундеслига, тут чуть-чуть поинтересней. Эрнандес – красавчик. Вот Хан – это одно из самых моих крутых приобретений. Я его взял за, по-моему, там, за сколько тысяч? За 11500, но он просто супер играет. Смотрите, 18 игр, 17 голов, 4 паса, и это при том, что в третьем дивизионе, в котором я играю, очень часто люди скидывают игру. Ну, тут, знаете, вы заходите, а там, типа, через пару пасов она обрывается, и вот это считается за сыгранный матч, и поэтому человек не успевает забить, но даже с этим он играет просто так, как зверь. Всем советую. То есть, я не знаю, как играет обычный, но вот этот вот с усами просто шикарный. Бьется, естественно, молодец, Шурли тоже красавчик, Траура тут, ну, как он играет, давайте посмотрим. 23 игры, 23 игры, 2 гола. Ну, как бы тут я еще в поисках. Пищик вообще супер. Бендер, Тапрак, Бендер еще один. Бернат, Адлер, в общем, команда сильная в нападении, в защите, в принципе, такая хорошая, слаженная. Тут вот люди, которые тоже не играют у меня. И, конечно же, Брант, Юлиан Брант из Байера, который у меня как-то в 15-й был очень много. Я даже сделал all up, то есть, целый сезон игры за него. Так что Брант в этой фифе тоже у меня как символ, как такая память остается. Дальше императоры. Это французская рига. Тут очень состав бюджетный. Тут очень много французов, очень много нефранцузов. То есть, тут Муканджо, не знаю, как Минес прямо у меня рвет тоже. 20 голов 9. 20 игр 9 голов, ну, это хороший показатель. Мутини, Нтеп. Нтеп, конечно, вот он вроде по цифрам очень крутой, но так не прям супер играет. Алисандрини крутой. Перейров, Нколу, Янган, Биван. Краковяк вот прям, краковяк прям на цопе играет очень шикарно. И голы забивает, и пасы отдает, и в защите, конечно, тоже. Крузова и вот Энни Яма мне попался только сейчас. Орел у меня был до этого, вратарь шикарный, ничего не могу сказать плохого. Эти ребята тоже у меня не играют. Даже Фалькау сидит, потому что по цифркам лучше вот эти парни, как мне кажется. У Фалькау все-таки скорость 71, а я люблю скоростных и таких полудриблеров, полускоростных чуваков, поэтому у меня играет не Фалькау. Цари – это русская лига. Тут, конечно, я старался сделать самую крутую, но из того, что есть в этой фифе, у меня получилось вот, что Кокорин, Смолов, Смолов прям тащит. Молодец. Да, они крутой. Шатов, Промис, Смольников, Ломберц, Корлюка, Чарлука, как вы говорите, Моисио, Денисов и Ладыгин просто, конечно, бог в этом плане. Мне не было возможности сыграть за Акинфеева, но мне Ладыгин тоже очень нравится. Рыжиков, Навас, Шишкин, Вернблюм, Торхе, тоже не знаю, честно, Джейлана, Дзюба. Дзюба тоже красавчик, но вот эти, но Кокорин и Смолов здесь играет прям круто. И, конечно, Кадыров, в 15-е фифе я играл за него в Лаб и тоже очень рад, что он у меня был, тоже как память остается. Так, и мы переходим к составу. Президент, видите, одна звезда, рейтинг. Сыграны 99 очков. И здесь у меня МЛС, то есть у меня здесь Американская Лига Соккера. Почему она такая нищенская и почему здесь все бронзовые? Потому что я отрыл человека с фамилией Бранд. Это Конор Бранд. Он уже сыграл 6 матчей, забил 5 голов. То есть я буду за него играть Бранд Олап в 2017 году в FIFA и будем развивать МЛС. Тут уже некоторые люди куплены на будущее, в общем. Но вот такой вот человек, он на самом деле по статам вообще, конечно, практически нулевый. Но тем интереснее, тем интереснее смотреть за его развитие, за развитие команды. В общем, ребята здесь готовы биться. Поэтому один из следующих выпусков будет уже первым выпуском Бранд Олап в 2017 год МЛС. На этом пока все. Спасибо за просмотр. Советуйте, что бы мне еще сделать в плане FIFA, может быть, в плане чего-то еще. На этом канале будут различные ролики и спортивные игры, и какие-то бонусы. В общем, мой лайв-канал я хочу сделать, чтобы мне было приятно, и чтобы здесь максимальное количество людей нашло для себя что-то интересное. Кому нравится FIFA, будет FIFA. Кому нравится там столько одному, все же будет столько одному. Кому нравятся бонусы к моим подсчетам, будут бонусы к подсчетам. В общем, вы лучше всех. Спасибо за лайк, за просмотр. Вот такие у меня составы. Ссылка на мой оригин в описании. Можете добавляться, только если мы будем с вами играть, потому что очень много друзей было, которые добавились и не играют со мной. Поэтому все сказано. Здесь прошлое видео, подписки, там еще одно видео. Вы лучше всех. Пока.